так нам нужно найти все такие значения параметра b при которых вот такая вот величина x1 минус b умножить на x2 минус b постоянно при всех а при которых она вообще в принципе определена то есть можно записать что это выражение равно константе константе это то есть какому-то конкретному числу до фиксированному числу для любого значения а здравствуйте так вот такая вот задача дискриминат больше нуля ну хорошо мы запишем дискриминат больше нуля при таком условии у нас у этого квадратичного трехчлена действительно просто имеются корни x1 и x2 можно даже сказать что дискриминат должен быть больше либо равен нуля почему потому что нам же здесь не сказано что корни x1 и x2 они различные так раскрыть множители в константе да давайте вообще посмотрим на это выражение что она из себя представляет вот в таком виде она неудобно но если раскрыть скобочки то у нас появляются следующие штуки да давайте вот так отделю x1 умножить на x2 я сразу буду как бы приводить подобные слагаемые минус b умножить на x1 плюс x2 и плюс b в квадрате и вот смотрите что прикольного дайте так и напишу что это равно константе а что здесь прикольного мы здесь выделили явно произведение корней и сумму корней а у нас есть квадратичный трехчлен да вот где x1 и x2 это его корни соответственно мы можем по теореме виета вот сюда и вот сюда подставить что через теорему виета выражение из квадратичного трехчлена у у нас здесь ну можно сразу вот сюда дописать еще что а должно быть не равно единице правильно чтобы этот квадратичный трехчлен действительно был квадратным так и тогда мы что делаем подставляем произведение это у нас с делить на а то есть это 5 а плюс 2 делить на а минус 1 минус b умножить на вот этот делить на этот и плюс b в квадрате равно константе вот вот такая вот штука то есть мы с вами получили уравнение в котором ну по сути у нас как будто бы 3 да даже неизвестный у нас а неизвестное б неизвестные вот здесь какое-то конкретное число но тоже неизвестное я могла бы не конст писать да я могла бы тут писать какую-нибудь букву ц и тогда у нас было бы вот прям явно как будто бы три неизвестных но что нам из этого всего нужно нам из этого всего нужно найти только бы вот давайте теперь думать то есть вот это вот выражение а А B должно быть каким-то конкретным числом, которое мы подставим вот в эту левую часть, и наша левая часть тогда станет зависеть только от буквы А, и мы, скажем так, преобразуем все, что находится слева, и у нас получится просто число, какое-то конкретное число. Вот давайте. То есть вот такого рода рассуждение должно уже, скажем так, больше натолкнуть вас на какие-то мысли. Ноль. Ну чего ноль-то? Давайте вначале вообще подумаем. Когда у нас выражение с неизвестной какой-то равно константе. Как вы себе вот это понимаете? Вы можете мне пример привести такого выражения с неизвестной, которое при любом значении этой неизвестной, ну или при любом допустимом значении этой неизвестной равно константе? Вот приведите мне пример. Вот. x минус x равно нулю, например. Да. То есть это должно быть выражение, в котором на самом деле может быть неизвестные фигурируют, но если это выражение преобразовать, то оно просто исчезает, да? И остается какое-то число. Да. Окей. Отлично. Вот. То есть вы примерно понимаете. Посмотрите теперь на общий вид нашего выражения слева. Вот вы представлять должны, что здесь b это какое-то конкретное число. Что здесь тогда слева находится за выражение относительно переменной a? Оно какого вида? Оно вида дробь, минус дробь, плюс число, да? Вот такого вида. Причем вот эти две дроби, они у нас с одинаковым знаменателем. Вот давайте возьмем и здесь приведем все к одному знаменателю. а минус 1, тогда у нас что будет? 5а плюс 2 минус b, 2а плюс 1 плюс b квадрат, а минус 1. Вот. То есть по сути у нас слева написано выражение с а, которое является дробью. В знаменателе этой дроби находится конкретно а минус 1, а в числителе этой дроби находится какое-то линейное выражение с а. Правильно? b это какое-то конкретное число. Вот. То есть тут а только в первой степени фигурирует. Ну вот теперь и подумайте, как должна выглядеть дробь, у которой в числителе что-то линейное, в знаменателе прям вот конкретно а минус 1, чтобы эта дробь тождественно была равна какому-то числу при всех возможных значениях а. Ну то есть это значит, что автоматически а, например, не равно единице, да, раз оно находится в знаменателе. Что должно, например, пока что вот давайте, например, что должно на самом деле находиться в числителе, чтобы вот такая дробь была равна числу? У нас в числителе должно находиться выражение вот такого вида. Потому что как раз-таки тогда вот такая вот дробь тождественно, ну при всех допустимых а, да, равна просто какому-то числу k. Вот в таком и только в таком случае. Ну и вот как раз-таки тут заложен и ваш частный случай, когда числитель равен знаменателю, это когда k равно единице, и когда в числителе 0, это когда k равно нулю. То есть все вот эти ваши частные случаи, они заложены вот в этот вот общий. Ну вот давайте это и запишем. То есть у нас получается вот эта штука, да, нам надо ее привести вот к такому вот виду, ну вернее числитель, да. То есть нам нужно, чтобы коэффициент перед a был равен k букве, и свободный коэффициент был равен минус k, правильно? Ну вот давайте выписывать, какой тут коэффициент перед a. Это что? Это 5 минус 2b плюс b в квадрате. Вот это должно быть равно какому-то числу k. То есть по сути получается, раз я уже использую какое-то число k, то тут у меня вот на самом деле, чтобы совсем не было огромная куча разных всяких букв, да, тут по сути как будто бы k. Так, свободный коэффициент 2 минус b минус b в квадрате тоже a, но это должно быть равно минус k, да. Ну и вот смотрите, мы с вами получили систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Неизвестную k нам не надо находить, не просят, да, какой именно константе. Нас просят найти только неизвестную b. Ну и давайте, значит, как ее тогда можно искать? Можно сложить, да, обе части равенства, тогда у нас k буква пропадет. Вот, и получится 7 минус 3b, b квадрат тоже пропадет, равно нулю. Отсюда b равно 7 третьих. Ну и все. И на самом деле вот эти условия нам-то в принципе и не нужны. У нас же не спрашивают, при каких значениях a к тому же определено вот это вот выражение. Вот если бы еще такой вопрос задали, то нам надо было бы найти, когда дискриминант больше либо равен нуля, и оттуда убрать точку 1. Потому что только при этих a у нас вообще в принципе это уравнение, ну вот это выражение квадратное, и у него есть действительно корни. Но нас об этом не спрашивают, поэтому вот это вот условие нам даже и не нужно. Так, еще раз, как мы составили систему? Давайте еще раз. Мы привели здесь к общему знаменателю. Мы посмотрели в общем, что из себя представляет левая часть. У нее в знаменателе находится конкретно a минус 1. В числителе у нее находится относительно буквы а какое-то линейное выражение. Мы понимаем, что какое-то линейное выражение делить на a минус 1 будет равно конкретному числу только тогда, когда вот это линейное выражение в числителе можно привести вот к такому виду. k умножить на знаменатель. Потому что как раз таки вот мы, грубо говоря, выполнили сокращение, да, и получили k. Ну, соответственно, вот если вот тут вот раскрыть скобочки, то получается, что k умножить на a минус k. То есть у нас получается у этого выражения коэффициент перед буквой a должен быть равен числу k. И свободный коэффициент, да, то есть типа просто число, должен быть равен минус k. Ну, вот я это и записала. Вот это вот все, это коэффициент вот в этом вот выражении перед буквой a. Ну, если, грубо говоря, привести подобные слагаемые, a вынести за скобку, то в скобке будет вот как раз таки вот эта штука. Ну, а вот это вот, это свободный коэффициент в числителе. Он должен быть равен минус k. Вот отсюда второе уравнение системы. Продолжение следует...